Всем привет! Для тех, кто хочет увидеть новый макияж, либо новости с мира визажа, можете выключать это видео, а всем остальным я хотела бы рассказать новую схему мошенничества, которая в Украине сейчас распространена. В России и в других странах я не знаю, может быть есть. Я настолько затронута, потому что это, скажем так, троевия чуть ли не случилась с моими родственниками, поэтому я хочу вам рассказать, и я настолько сейчас взволнована, что я записала некоторые моменты, чтобы не забыть. Вот. Мы все заинтересованы в том, чтобы старые вещи продавать, а новые покупать. Так вот, где же эти старые вещи продавать? Есть куча сайтов, которые позволяют нам продать эти вещи. Вот там вот эти мошенники и водятся. Мы даем там объявление, что хотим, например, продать косметику бэушную, там платья, там туфли и всякую ерунду. Кто-то может и машину хочет продать. Вот. Мы там даем первое, что это имя, телефон. То есть мошенника о нас уже достаточно много информации знает. Вот. Что он дальше делает? Он вам звонит, говорит, что я хочу купить у вас это платье, либо же там туфли ваши красивые, сумасшедшие. Вы в радости, о, наконец-то я их продаю, все. Вы ему даете карточку, вашу фамилию, номер телефона. Ну, то есть он уже знает о вас уже больше информации. Как правило, у нас в Украине у всех приватбанк. Может быть, и в других банках в Украине это распространено, но у моих родственников случилось это именно с приватбанком. Вот. Дальше. И вот тут начинается афера, самое интересное. Будьте осторожны. Они вам говорят, что они достаточно известная фирма, там называют какие-то магазины. Вы смотрите в интернете, о, действительно этот магазин есть, вы уже доверяете, у вас уже мозг отключается. Все отлично, наконец-то продала платье. Все. Дальше. Что начинается дальше? Они приходят к приватбанку, и в приватбанке есть такая услуга экстра гроши. То есть, если ты вдруг забыл карточку дома, ты можешь без карточки получить деньги. Тебе достаточно иметь твой телефон, номер телефона и номер карточки. Ты вбиваешь этот номер карточки, и там высвечивается, что нужно ввести код. Вам приходит на телефон код, они вам звонят и говорят, что, ой, ну нужно код сказать, который вам там сейчас пришел, для того, чтобы мы могли вам перевести деньги. Мы, как люди занятые, у нас мозг забит, вы отключили мозг, вы им говорите этот номер, и они вбивают, и все, ваши денежки плакали. Поэтому ни в коем случае, никакие коды нельзя говорить. Вы должны понимать, что код, если приходит вам на телефон, это значит, что хотят с вашей карточки снять деньги. Поэтому ни в коем случае нельзя ничего говорить, никакой информации о карточке. Только максимум, что вы можете сказать, это телефонный номер, фамилию, имя, отчество и номер карточки. И не более того, если вы больше скажете, ваши деньги улетели. Схема действия мошенников. Вы продаете товар, он вам звонит, хочет купить этот товар, вы говорите фамилию, имя, отчество, номер карточки, срок действия карточки. Он говорит, что хочет перевести из какого-то облачного счета, идет к банкомату, вводит номер карточки, вам на телефон приходит какой-то код, если вы говорите ему этот код, он получает полностью доступ к вашей карточке, к вашим деньгам и плакали ваши денежки. Поэтому ни в коем случае не говорите то, что вам приходит на телефон. Пожалуйста, хочу попросить вас, жмите лайки, для того, чтобы как можно больше людей с Украины узнало про это видео и были осторожны, потому что у нас, девушек, достаточно много доверчивых, и не у всех есть такие мужья, как у моей родственницы, что он сразу просек эту тему, что хотят снять все деньги, которые есть на карточке, поэтому он не дал этого кода. Все, пока!